Всем привет, ребята! Делитесь эфиром, потому что сегодня я давно всем обещал, что я сделаю вот этот эфир. Я достаточно время тянул, как говорится, думал, все-таки нужно немного подождать. Но сегодня наступил тот день, тот вечер, когда нам нужно открыть еще одну страницу, очень некрасивую страницу 44-дневной войны. Еще раз призываю всех наших подписчиков поделиться эфиром, для того, чтобы все ваши друзья тоже увидели эфир. Напомню, что благодаря вам, благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы каждый день вместе с нами, вместе с нашими администраторами, вместе с нашей командой делитесь эфирами, пишите комментарии, участвуйте в сборах. Благодаря этому наши ресурсы вместе с вами стали одними из самых сильных. Более того, все, что выходит на мои страницы, в моих группах, это ваша заслуга, это ваша работа. И, по сути, мы с вами не телеканал, который оплачивается государством, мы не телеканал, который оплачивается оппозицией. При этом мы вместе с вами действительно стали силой. И, несомненно, нужно отдать должное, что именно благодаря тому, что последние три года в Армении есть демократия, у нас с вами есть возможность воздействовать на какие-то процессы, высказывать свое мнение. Поэтому, пожалуйста, поверьте, что я ценю вашу поддержку, ценю ваши комментарии, ценю ваши репосты и, несомненно, очень ценю наших подписчиков, которые участвуют в сборах. Кстати, напомню, что ночью мы уезжаем в Сюникскую область на два дня, потом мы снова продолжим работать в Сюникской области. Поэтому хочу сказать нашим подписчикам, что следите за нашими репортажами из Сюникской области. Итак, добрый вечер всем-всем нашим подписчикам, добрый вечер всем, кто заходит к нам в эфир. Напомню, что уже вышло три фильма. Первый и второй фильм касаются 44-гневной войны. И один из самых нелицеприятных фактов 44-гневной войны, это та ситуация, которая просто непозволительна во время боевых действий. Казалось бы, все должны во время войны помочь Армении, помочь ее народу. Тем более мы знаем, какая жестокая была война. Однако, одним из элементов, одним из, как бы это сказать, чтобы не обидеть всех, одним из доказательств того, что кроме рая еще есть ад, это именно то, что творили некоторые священники. Возможно, вот потом в конце эфира слово возможно можете выкинуть. То есть, возможно, творили такие страшные вещи послы Армении в различных странах. Возможно, главы организации творили плохие вещи. И без даже слов возможно могу сказать, что творили плохие вещи некоторые партии. Сразу хочу сказать, что не случайно сейчас в интернете большое количество ботов. Вот я сегодня даже выкладывал боты себе в сториз, в телеграм-каналы мы выкладываем. Я все боты скриню и могу предъявить вам только за последние три дня. Вот хочу сказать, что я просто в жутком шоке. Почему-то мне кажется, что через один-два дня у меня уже будет 200 ботов, как минимум. Боты это левые страницы, которые оскорбляют всех, кто поддерживает власть, оскорбляют всех, кто критикует старую власть. Боты это страницы, которые на русском или на армянском языке, большая часть на русском языке пишут плохие слова под теми или иными анкетами. Это страницы, у которых два подписчика, пять подписчиков, одна публикация. То есть это просто открытые страницы, с которых люди заходят и пишут плохие вещи туда, куда надо. Напомню, что я... да, боты это армянские организации России и кучаряновские сторонники. Этим ботам оплачивают деньги несколько армянских организаций России. Я думаю, что вы догадываетесь, кто платит за это деньги. И, кстати говоря, один из вот этих самых известных телеграм-каналов тоже уже работает на ту армянскую организацию, которая все три года копает под Пашиняна. Дорогие друзья, мы давайте перейдем все-таки к другой схеме. Итак, как армяне-диаспоры воровали деньги у Армении и армянского народа во время 44-гневной войны. Прежде чем я начну рассказывать вам схемы, которые, возможно, будем считать, возможно, использовались послами, консулами, главами организаций, главами общин, блогерами и армянскими партиями, прежде чем я начну рассказывать, как армяне-диаспоры зарабатывали деньги на гробах во время войны, скажу, что большое количество армян России, армян США, простые люди, которые напрямую высылали деньги или участвовали в сборах, эти люди искренне помогали Армении и до сих пор помогают. И эти люди не имеют никакого отношения к воровству. То есть, еще раз хочу повториться, что 97-98% людей диаспоры, которые высылали деньги для Армении из США, Европы, России, эти люди искренне высылали, искренне помогали, и многие, кстати, до сих пор помогают всеми погибших и Армении. Но дело в том, что вот эти все армяне, которые высылали деньги, по сути, они аккумулировались, собирались у глав общин, у глав организаций, у армянских партий, многие собирали не через фонд ХАЭС там, а собирали их в городах, в регионах, и аккумулировали, говорили, что именно они должны собрать эти деньги, и они должны отправить Ереван. Некоторые даже обманывали влиятельных армян и говорили, что якобы на оружие деньги собираются, да, что типа ни о чем не пишите, нигде не говорите, мы на оружие собираем, не знаю что. Вот я хочу сказать, что насчет фонда ХАЭС там, давайте вспомним, упало примерно 170 миллионов долларов, да. Мы уже с вами знаем, что самую большую сумму собрали армяне Армении и армяне США. На одном из последних мест были армяне России. Ну вот это просто факты. И я уже не раз говорил, что на счетах фонда ХАЭС там, Франция, привет, на счетах фонда ХАЭС там почти нету крупных переводов из России. Да, это просто вот факт. Почти нет, там единицы каких-то крупных переводов. Когда я говорю крупные переводы, речь идет о 5, о 7 миллионах рублей, да. Вот, поэтому все те, кто собирали по 5, 10 миллионов, и вам говорили, что эти деньги будут перечислены на фонд ХАЭС там, где эти чеки? Их нет. И где эти переводы, если в балансе фонда ХАЭС там этих денег нету? Спасибо большое. Арек Шикоян тоже добрый вечер. Маис Арапетян добрый вечер. Спасибо всем, кто делится этим эфиром. Хорошо. Если примерно 170 миллионов долларов было перечислено на счет фонда ХАЭС там, и если, если, ну будем считать, что примерно, да, вот, примерно те, кто высылали там лекарства, жгуты, вещи, спальные мешки, давайте смело скажем, да, ну вот, предположим, еще на 100 миллионов долларов, все то, что было послано, дошло через аэропорт, через склады, предположим, на 100 миллионов долларов. Но, вот, вот, будем считать, что, да, примерно, вот, вместе с денежными сборами, это 300, 350 миллионов долларов, которые были собраны, получается. Теперь я задаю вопрос, прежде чем я продолжу говорить. Вы как считаете? Может быть такое, да, что, вот, я задаю вопрос нашим подписчикам. Я уже вам сказал, что примерно 170 миллионов долларов это фонд ХАЭС там, и будем считать, что вот эти все вещи, вещи, все-все-все, то, что вот сами организации, блогеры, волонтеры выслали, да, и через посольство выслали, будем считать, что еще 200 миллионов долларов выслали спальные мешки и так далее. Это я вот такую крупную сумму беру. Скажите, пожалуйста, вы верите, что все армяне всей планеты выслали в деньгах, вещах и все-все-все, всего лишь 350 миллионов долларов? Вы верите, что всего 350 миллионов помогли за 44 дня армяне всего мира? Вот сначала ответьте на этот вопрос, потом я вам буду рассказывать, как воровались деньги. Но сначала хочу, чтобы вы рассказали. Вы верите в то, что 350 миллионов всего лишь все вместе было отдано Армении за 44 дня войны? Давайте подождем, пока подписчики будут отвечать. Напомню, тема нашего эфира, сколько денег армянская диаспора украла во время 44-го дневной войны у армянских солдат, сколько денег армянские партии, послы, главы организации, главы общин и блогеры украли на умирающих солдатах. Тема эфира именно вот эта. Нет, не верю, нет, конечно, пишет Гайна Далакян, нет, никак, в разы больше, пишет Анна Саркисян, нет, пишет Анна Арутюнян, Альбина Уганян тоже пишет нет, Артур Саркисян пишет нет. Спасибо большое. Так вот, что я хочу сказать, дорогие друзья. Вот прежде чем я начну вам рассказывать схемы воровства, возможные, давайте будем говорить, возможные схемы воровства. Хорошо, Рома Богдисейна сказал, возможные схемы воровства. Прежде чем я начну рассказывать, хочу сказать, что вот все эти люди из армянских организаций России, олигархи, все эти вот эти партии, например, в Греции, которые все это делали, вот поэтому они и критикуют Армению, потому что те, кто украли, те, кто притворялись патриотами, для них крайне важно сказать, вот видите, мы такие патриоты, патриотки, мы так собирали, да, а вот Армения такая плохая, иссякая, вот, нет, большая часть денег была украдена, украдена. И в этом не может быть никаких сомнений. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, первый скандал разразился в Греции, значит, Генель, актер Генель показывал вам, что одна из армянских партий собрала деньги в Греции, но эти деньги не дошли насчет фонда Аэстан, и никоим образом не дошли. Вот Анна Сарксен пишет, только иранские армяне почти полмиллиарда отдали, но деньги пропали. Я слышал про иранских армян, сейчас вернемся к этой теме. Значит, армяне Греции первые забили тревогу, потому что почти ничего из Греции не дошло до Армении, при этом армяне Греции собрали огромные деньги. Эти деньги собирала армянская партия, которая, кстати говоря, вот вчера молодежь вышла, это тоже от их партии было во Франции, она свою молодежь вытаскивает, она пакостит все три года. Вот эта партия собрала деньги в Греции и положила им в карман. Если кто-то смотрел эфир Генеля, да, я не буду сам называть имя этой партии, напишите, вы помните, вы поняли вообще, какая партия украла деньги у умирающих солдат в Греции, мы все с вами знаем эту историю в Греции, напишите все, пожалуйста, какая партия отняла деньги у мам и пап погибших солдат, какая партия в Греции украла деньги во время 44-гневной войны. Дорогие наши братья и сестры, я хочу, чтобы вы сами написали, какая партия украла деньги, которые собирала в диаспоре. Итак, пусть наши подписчики пишут, и вот вы, пожалуйста, читайте, чтобы все армяне говорили. У хантрумен болорет репост анек. Хантрумен, эс и етэля у аркек болорде энкернерин, ворпися, са хаястамок лысэн ушады, ова Греция, кто в Греции украл деньги у армянских солдат. То есть пока армянская армия, пока Арцах воевал, одна армянская партия ударными темпами воровала деньги у погибающих солдат. Это вот та самая партия, которая устроила провокацию сейчас во Франции. Это та самая партия, которая вытаскивает молодежь. Это та самая партия, которая 30 лет в Армении убивает людей, и она получает наслаждение. Дорогие армяне, я хочу обратиться к тем, кто живет в Армении. И я концуна айкам ватна, эс батмутсан меч, вор ест петка асэм, и я концуна бонца. Правда заключается в том, что для вот таких партий армянских, о которых пишут наши подписчики, да, посмотрите, все армяне пишут одну и ту же партию, которая на гробах заработала деньги. Правда заключается в том, я сейчас обращаюсь к жителям Сюника, Тавуша, Вайос-Дзора, и я концуна дая, вор, верчи ересунтарин, яб, энтан рапез, армянские партии, армянские организации, им всем выгодно, чтобы Армения всегда была в нищете, была в войне. Та сек, шаткаревор банэм ассум, а сенькан, с кюрком агин мартка, он дзернатались, вордук мишленек крви меч, вордук лишь мишленек ариан меч, ворбезет дзезвера, ев арцахи вера, и рианг пох хавакэн. То есть, я хочу сказать, что армянская диаспора, отдельным людям в армянской диаспоре, главам армянских организаций, в том числе в России, главам вот этих партий, крайне выгодно, чтобы Армения была в крови, Армения была в войне, чтобы на нас, на жителях Армения, собирать дзеньги, акумлировать, чтобы ирак пох хавакэн в Греции, в Расии, ирак, ирак, ирак с хамар, ца дзерратарис, ворбезе Хайястану туй линей, са власть цены, матов пох хавакэн, ирак кейн, пох хавакэн, дзенай ирак цены, дзеб. Са шаткаревор, а, что ты говоришь, иракан, иракан, ты не говоришь, что ты говоришь, са шатк ват, а, что Хайястану айн вичаку ма, верши 30-парин, ворэсмати, где жnak нердник, дук грунта, овэй, грд грункапчуны, вор, иракан, дзерратарис, вордух ариан мечлины, крвимечлины, ворбезе дзезаверапох хавакэн, уденэм ирак гэрпана. То же самое, что произошло в Греции, да, и весь мир рассказывает, как армянская партия, пока армянские партия погибали, да, эти люди собирали деньги в Греции и положили их в карман. Это позор для всех, армян, что эта партия вообще свой рот вообще открывает в Арцахе или в Армении. Это не партия, это конченые твари. Потому что только твари на умирающих солдатах собирают в Греции деньги и кладут себе в карман. И это правда. Вот мы сейчас говорим... Посмотрите, вчера министр здравоохранения сказала, что вот эти трупы, которые нашли, эти белые мешки, это на самом деле мешки для трупов. А говорили, что это мешки для картошки. Вот эти твари говорят о том, что это мешки для картошки. Вы говорите о том, как вы украли деньги в Греции на умирающих солдатах. Са шат к каревора. Узмем са, лысаем болору, ов кейв, Хайстану менапроном. Бо рэс мартик дзер эреханеры в рау, холи иен грыппел, у мецгумарнер иен грыппел. Мецгумарнер. У эд гумарнер, саури иран к екелин, интервьюционеры меч, мастнакцюм иен. То есть, мы должны понять, что армянская диаспора в лице воровских глав общин, воровских глав организации, в лице аферистов, послов, я не говорю, что все послы такие, но часть точно такая, в лице этих людей собирала деньги на страданиях, на боли, на слезах матерей и делает свои дела, оплачивает свою предвыборную кампанию, да, оплачивает буклеты, оплачивает хрен знает что. Почему вы можете мне без... Спасибо большое, Арсен Диан. Артур, спасибо, Артур. Артур Диан, что на колен? Что на колен, Артур Диан? Давид. Лусине Даниилян, спасибо. То есть, если вы мне не верите, то вы можете верить армянам Греции, не может быть же армяне Греции врать. У меня много друзей в Греции, я, честно говоря, не могу за всех армян Греции говорить, но все, с кем я общаюсь по интернету, я могу сказать, что это особые люди. И среди моих подписчиков есть из Греции армяне. То есть, армяне Греции могут вам подтвердить. И ГНЛ выводил в прямой эфир людей, которые сами рассказывали, кому они давали, кто отдавал. Так вот, правда заключается в том, что для глав общин, глав организаций, для глав партии, крайне важно, чтобы в Армении всегда была кровь, война, чтобы на Арцах собирать деньги. Например, фонд Гайястан. Почему для меня фонд Гайястан это такие же мутиловщики примерно, как и все остальные. Вот если вы хотите знать, я очень разочарован, потому что я узнал о фонде Гайястан такие вещи, которые просто омерзительны. Вот смотрите, мы высылали все, и я призывал всех посылать на фонд Гайястан деньги. Действительно, они все делают честно. Но, смотрите, какая проблема. Дело в том, что есть фонд Гайястан, который центральный офис в Армении, а у фонда Гайястана еще есть американское отделение, которое само по себе. То есть, в Америке есть отдельный фонд Гайястан, который, в принципе, отдельная структура. И эта структура очень тяжело подать счет на центральной структуре в Армении. Это вот, когда я узнал, у меня было такое разочарование вообще. То есть, фонд Гайястан, который в Армении, не очень сильно контролирует фонд Гайястан, который в Америке. И люди, которые в разных отделениях, в разных странах мира назначены как совет директоров, то есть, люди, которые отвечают за фонд Гайястан не в Армении, а в других странах, они получают зарплату за то, что работают в этом фонде Гайястан. Они, если я не ошибаюсь, 20% от собранных денег. Я просто не могу понять. То есть, вы знаете, да, в уставе каждой организации есть такие строчки, что Потому что, если люди во время войны высылают 100 долларов, все 100 долларов должны уйти на продукты, на лекарства, на те цели, на которые мы выслали. Потому что... Но, мне, например, непонятно, если мы высылали на фонд Гайястан во время войны, 20% фонд Гайястан забирал себе, вот, например, американская структура, сколько она забрала денег? 20%? Я считаю это недопустимым. Если она забирает 1% там, оплачивает зарплату работников фонда, тогда я это понимаю. Но, если в уставе фонда Гайястан написано, что 20% образно говоря идут на их текущие расходы, я считаю это во время войны воровством. Хотя, по закону, может быть, все правильно. Но, во время войны фонд же может сказать, ребята, мы вообще ничего не берем, там, да, все, перечисляем в Армении. Но, я знаю точно, я знаю точно, да, я знаю точно, что... Вы помните, было очень много скандалов с фондом Гайястан, что нет... Чего это нормальный эфир? Что нет... Смотрите, Сирануша, друзья, пишет, армяне Канады тоже послали большие суммы, и их нету. И, кстати говоря, все, кто украли эти деньги, они критикуют, кстати, Никола Пашинян, потому что армяне и армянки, которые за 30 лет научились собирать деньги в диаспоре и класть их в карман, они и при Кочаряне их крали, и при Серже. Но вот при Кочаряне и Серже никогда эту тему не поднимали, тогда не было гласности, да. А я думаю, что Кочаряне и Серже И вот почему они раздражены, потому что если при Серже и Кочаряне главы партии паслы могли спокойно воровать, те же самые послы, давайте скажем, Армен Саркисян не имеет никакого уважения среди армянского народа. Так что Армен Саркисян кто? Он что, авторитет что ли? Армен Саркисян для нас не авторитет. И сегодня нет никаких сомнений, что те же посольства, которые сосали кровь всех людей, по 5-7 тысяч клали в карман за обычные справки, мучили людей неделями. Да, им тоже не нравится пашня. Вот сегодня мне скрины выслали, как работники посольств агитируют против пашня. Я говорю, вот я уже в прошлый раз тоже говорил, это просто позор для посольств Армении, которые вообще-то должны защищать республику Армения. Вы, во-первых, и не воевали во время войны, вы сидели в своих посольствах, некоторые из вас собирали деньги. Я сейчас буду рассказывать, как послы могли воровать деньги, как консулы. Что? Да, Артур Матайгосян, 100% абсолютно. Да, смотрите. Значит, если вы помните, да, во время войны собирали деньги на бронежилеты. Как вообще большие суммы, очень шустрые люди воровали? Значит, покупали бронежилеты... Но у нас есть и скрины, и сообщения, очень много информации, столько, что вот так просто, да. Значит, говорили, что нужны бронежилеты, да, для солдат. То есть бронежилеты покупали по, например, 18 тысяч. Потом эти бронежилеты по 18 тысяч. Звонил, например, Карен покупал за 18 тысяч бронежилет. Звонил, давит, и был очень molt profiled. Ассоем, если вы хотите, жарим, бродонизжелет, 18,000. Воздравляем, уриле 25,000. И в этой теме, что бродонизжелет, Бродонизжелет, 30,000 рублей. Ассоем, 18,000 рублей, бродонизжелет, Ассоем, 32,000. Ассоем, что мы видим? Ассоем, урилей-то, кто входит бродонизжелет, Схема бронежилета. Вы поняли, да, схему, как на бронежилетах зарабатывали деньги? Напишите, пожалуйста, вдруг я не очень просто ясно объясняю. Вы поняли, как на бронежилетах воровали деньги? То есть схема какая? То есть вы покупаете на складе за 18 тысяч, потом, несомненно, здесь были большие суммы, да, то есть люди покупали 50 бронежилетов, 100 бронежилетов. Это я говорю о тех, кто крупные суммы, да, как бы варил. Хочу спросить, вы поняли схему, да, эту? Да. И на этом наварили деньги вот эти шустрые армяне. Вот все, кто они сейчас хает Пашиняна, они все участвовали в этом воровстве. Я хочу, просто, обратиц, ясно, димея, что-то, обратиц, что они не могут, Субтитры сделал DimaTorzok 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 И это самая страшная правда войны Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Вот внимательно послушайте Субтитры сделал DimaTorzok Ситуация была настолько сложная ДимаTorzok 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 Берет тепловизор у азербайджанцев, засовывает в эту коробку, снимает, говорит, Такая схема может быть, то есть кто-то купил тепловизор за 20 тысяч долларов, криминальный авторитет, глава организации, я не знаю кто, блогер, говорит, вот мы купили три тепловизора, мы отправляем нашим братьям в Гадрют. Три тепловизора это 60 тысяч долларов, а там в Арцахе тепловизоры снимают с трупов азербайджанских, например, или поломанные тепловизоры, они же не видно, работают, не работают, они могут быть с бэушной поломанной, вытаскивают в Арцахе, они может быть даже не на фронте были, могут вообще из леса выйти, и говорят, спасибо Оренбургу, что нам выставили тепловизоры, ах, Берджан, спасибо, братка. Такое может быть или не может быть? Вот такая схема. Пожалуйста, ответьте мне или нет. Айо, хренеравора. Айо, хренеравора. 67 человек украли автоматы и оружие, и сегодня 67 человек из армии обороны Арцаха проходят по уголовным делам, как люди, которые украли в самих окопах автомат, который должны были продать за 500-600 долларов в Ереване. Как вы думаете, люди, которые крали 67 человек автоматы за 500 долларов, чтобы продать в Ереване, могли они на тепловизорах со своими дружбанами из диаспоры украсть деньги, которые собирали армяне, чтобы спасти солдат? Могли шустрые арцахские офицеры это сделать? Кто такая стола? Сейчас уберем. Все, она заблокирована. Дорогие друзья, значит, на тепловизорах, я уверен в этом миллион процентов, было украдено очень много денег. Потому что в момент войны все говорили, что Так, Анна пишет. Дашнаки у нас потеряли один тепловизор из трех. Хорошо муж там был и заставил найти и передать. Вот посмотрите, что пишет Анна. Посмотрите, что пишет Анна. Т.е. к дашнакам не рэль. Еще раз напоминаю, что один тепловизор стоит, хороший тепловизор, 20 тысяч долларов. На сегодняшний день в армии обороны Арцаха возбуждено 1700 уголовных дел. По возбужденным 1700 уголовным делам в качестве обвиняемых проходит почти 700 человек. Ребят, если 700 человек совершили страшное преступление, как вы думаете, тепловизоры, которые мы высылали, они не могли делать мутиловки с теми, кто в диаспоре и класть деньги в карман? Вот как вы думаете, могли они воровать эти тепловизоры или нет? Слушайте, оставьте в покое в армии обороны. защищаю варча пета я защищаю правду я никакого отношения пашинян не имею сто раз я это говорил для особо тупых узколоба я защищаю правду правду и фактами а не болтавней всегда люди есть которые душу дают да и всегда есть аферисты есть сейчас я расскажу я вам сейчас кое-что расскажу я знаю что многие будут в шоке во время землетрясения в гюмрии знаете что было во время землетрясению гюмрии когда людей вытаскивали из-под завала у некоторых женщин у некоторых женщин было два три кольца а то есть она не всталивая мотарь к ней греотеку и если вы их делаете к себе то есть если вы это не знаете в Азвалии когда у них пришли к ней греотеку и они не приняли чтобы вы даже если вы не заходите кольцо и текущей кольца они не поднимали ваше тело и так как они опухли эти пальцы то есть Они не могли их вытащить. Они резали пальцы, чтобы снять кольцо с женщины, которая под завалами. То есть всегда всю историю были люди-твари, которые, пока беда, все люди в шоке, они зарабатывают деньги. И в Гюмри это было, ребята. Представляете, женщины под завалом потеряли мужа. Наверное, большая часть у них людей умерла. И в Каин это было, в книге, вор, без сознания, вор, без сознания, вор, без сознания. Я хочу сказать, что очень много денег у жителей Гюмри своровали Ереван и Ереванцы. Потому что помощь приходила через Ереван. Я не хочу никого обижать. Но, дорогие жители Гюмри, правда заключается в том, что, по моим сведениям, очень много денег. Ереван, то есть власти Армении тогда, я не знаю, кто был в 88-м году власти, да? То есть люди украли большую часть помощи, которая полагалась Гюмри и Шираку. Нареаку цинем хэнтрум, бать, это правда, друзья, что Ереван украл у Ширака ту помощь, которую ему выделил весь мир. Это правда, и эту правду надо говорить. И есть это, что, у меня на примере, мы очень многое белое язык, а, мы очень интересные виды, мы очень интересные аг entered. А я пойду, мы очень интересные большими, если мы, это когда мы решили, 88-м году, мы решили, мы изучили, мы в этой области, мы решили, чем мы решили. Но человек, единственный человек, который закрыл вопрос квартир в Шираке. Это не сделал ни Пашинян, ни Петросян, никто. Теперь. Люди, которые украли деньги на бронежилетах, на тепловизорах. Программа. КНЕРЭК, МЕРАТАРТАМ, МЕЗПАТЕРАЗМИРЯ МЕРОЗОМАНАК, ШАТЬ ЕРАНРАЖЕСТ АВТОННЕР, ОРБЕЗИМ МЕНК РАНАНЕК ВЕРРАВОРТ ТЕЛЬАННЕРЕИН, ЧИ, СТАРА, РИМАВУНЦЯ ДА СТАЦИЛУМ, МЕРАТАЦИЛУЕК, ИСЛУЕСНЦЯ СТАЦИЛУЕМ, ВОРЫЗОМАНОДЕК, Варабаги калавару, не вертся к автонам, но не вертся к автонам. Не отбирают машины у жителей Степанакерта, да, семиместные машины. Зачем вы бросите у Спюрка? Автонеры дзеркать и так. Почему вы не конфисковываете эти машины? Азербайджан за два дня до войны конфисковывал машины. Скажите, пожалуйста, дзеркать в ум зармана личи, да? А все, как говорится, Гарабахцы генерал-неры, Гарабахи Карабару цюна. Иран с автонеры конфискация чьян. Азербайджан за два дня до войны конфисковывал машины. За пол дня конфисковать машины в Карабахе. Получается, руководство Арцаха просило машины для вывоза раненых не для того, чтобы спасти людей. Потому что если бы оно хотело спасти, оно бы конфисковало семиместные машины. Да, вот есть такие машины семиместные. Руководство Карабаха могло конфисковать эти машины, убрать задние сидения и вытаскивать раненых. Еще раз напомню, что в первый день у нас погибло и было ранено 500 человек. Хорошо, значит они просят машины у диаспоры. Хочу напомнить вам, что в 2016 году была четырехдневная война. Во время четырехдневной войны карабахцы тоже просили машины. И я могу вам точно сказать, что у меня есть точная информация, что армяне одного из регионов диаспоры, машины, которые выслали, потом увидели не в воинской части, а в личном пользовании одного из руководителей Арцаха. Это нарушение всех законов, морали, да, просить на четырехдневную войну машину, а потом эти машины прикарманить. Это было во время четырехдневной войны. То есть руководство Арцаха и арцахские генералы уже давным-давно поняли, что во время войны нужно выбивать деньги. То есть руководство Арцаха понимает, что умирать будут солдаты из Армении, что рано или поздно война закончится. Важно во время горя и беды у диаспоры выбивать деньги. Вот почему для них выгодна война. Они не хотят мира. Ни Арцах не хочет мира, ни армянские партии. Не выгоден мир посольствам. Потому что послы, партии, организации, им нужна вот эта страдальческая позиция армянского народа, чтобы у армян России, Чехии, Франции все время собирать деньги на Арцах. Чтобы перечить на армянские войны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не понимаю, как может нормальный мужик или нормальная женщина говорить, что не надо натравливать друг друга, не надо натравливать. А что нам надо? Поддерживать воров? Давайте с сегодняшнего дня поддерживать воров. Тогда иди возбуди уголовное дело, арестуй этого подонка. Я не буду об этом писать. Иди, сделай это. Делайте выводы из всего. Делайте выводы из всего. Я еще раз вас хочу заверить, что по моим сведениям... Кстати говоря, последний вопрос. Последний вопрос. Кстати говоря, кто эти люди, которые заходят, пишут что-то? Я уже сегодня публиковал, что очень много страниц левых делают работники посольств, работники админских организаций. Они все здесь сидят. Люди из Карабаха, которые участвовали в этом воровстве. Именно они с левых анкет пытаются что-то оскорблять, что-то писать. Смотрите, я задам вам вопрос. Посольство тоже собирали деньги, послы, наши шустрые послы. Все нормально, ребят, не переживайте. У меня вопрос к вам вот такой. Как вы думаете? Вот смотрите, как вы думаете, могли ли послы Армении... Я хочу сказать, что послы Армении открывали счета в непонятных банках, как правило в армянских банках. Послы Армении открывали счета в банках и собираемые суммы клали на эти счета. Это были счета Министерства иностранных дел, возможно, или счета Министерства обороны. То есть они клали деньги на счет Минобороны или МИД. Я хочу задать вопрос. Соответственно, они тратили деньги на какие-то вещи, чтобы передать Армении во время войны. Хорошо, я это понял. Как вы думаете, деньги, которые собирались на войну и которые клались на нейтральные счета, чтобы с них тратить на необходимые расходы, могли ли послы тоже писать, что, например, посол может такое сделать? Купить бронежилет, условно говоря, за 18 тысяч и попросить кого-то написать 25 тысяч. Вот я задаю вопрос. Это касается любой покупки. Тепловизор, что угодно. Вот я задаю вам вопрос. Могли ли они такое сделать? Могли ли они, например, попросить человека, который пишет накладную, написать, что они оплачивают не 18 тысяч за каждый бронежилет, а 25? Вот я задаю вопрос нашим подписчикам. Могли ли послы класть деньги на нейтральный счет, собираемые деньги? Потом, чтобы отдать отчет, куда они потратили деньги, которые собирали на войну, они просят, когда они закупают, например, они закупали, да, закупали бинокли, да, они просят того, у кого покупают бинокль, написать там сумму больше, чем они потратили. Могли это сделать или нет? Пожалуйста, все ответьте. Могли ли послы делать мутиловки с накладными? Да, могли, пишет Арек Галусян. То есть, эти деньги никто не мог контролировать, кроме послов. Послы собирали деньги, возможно, я буду говорить, возможно, вы потом, возможно, выкидываете. Возможно, посол Армении той или иной страны собирал деньги, положил на счет, который он открыл в том, в каком-то непонятном банке, это счет Минобороны и МИД. Потом, ему, например, Минобороны говорит, Если я сейчас не буду называть имя посольства, вы догадайтесь трех раз. Есть посольства, которые целый день все сотрудницы пишут против Пашиняна. Вы пишите против своих послов, которые, пока погибали парни, вы делали всякие мутиловки с бумагами и воровали деньги. Вы пишите про своих послов. Пашинян не воровал деньги на бронежилетах, на тепловизорах, на носилках для раненых, на бушлатах. Это вы воровали эти деньги, мальчики и девочки. Вот кто такие наши послы некоторые, вот кто такие главы организации, вот кто такие партии, которые грабили деньги в Греции. Вот о чем мой сегодняшний эфир. Всем доброй ночи, а вот те люди, которые на умирающих солдатах собирали деньги, вам это все выльется через нос.